Мы вновь находимся на объекте Ренисской районной поликлиники, который полтора месяца назад в ходе рабочего визита посетил губернатор Одещины Максим Степанов. Тогда в ходе поездки выяснилась одна большая недоработка. Как оказалось, лифт в этом четырехэтажном здании ходит только до третьего этажа. Губернатор дал указание исправить эту ошибку. Лифт был налажен, он наработал, его запускали, проверяли, то есть он ехал до третьего этажа. В дальнейшем мы его эксплуатировать не могли, мы его заглушили. Все работы подготовлены для того, чтобы приехали специалисты, наладчики по лифту и закончить свою работу, демонтировать и монтировать обратно. То есть исправить те ошибки, которые были допущены при строительстве здания. То есть все, проблема такая, что в специалистах мы ждем, у нас в Рене их нет. То есть ничего демонтировать, ломать, то есть здание разбирать ничего не будем. Это все будет делаться внутри. Чтобы проверить состояние этого объекта, сегодня в Рене приехал начальник департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской облгосадминистрации Владимир Левицкий. Перекрытие над шахтой лифта разобрали? Мы все подготовили, но и там разбирать его не будем. Это все сделается внутри, не разбирая перекрытие. То есть крышу мы не будем разобрать? Нет, нет. Это чердачное перекрытие. Для этого надо демонтировать сначала двигатель самого лифта, саму машину убрать в сторону. Мы ждем лифтовиков, именно специалистов, которые занимаются. Проблема с лифтом, как выяснилось в ходе инспектирования, до сих пор практически не решилась. На чердаке все остается по-прежнему. Лифтовики снимают лебенку двигатель, и вот эта плита демонтируется, поднимается на 80 сантиметров. И у нас прохватает? У нас по высоте все хватает. Мы поднимаем на 80 сантиметров, заливаем новую плиту, назад устанавливаем двигательную лебенку, и лифт поднимается на 4-5 сантиметров. Хорошо, так а чего лифтовиков до сих пор здесь не было? Чего не демонтировали? Чего не разобрали плиту? Чего не залили новую? Она же, ты же ее не нагрузишь потом в течение... Если вы в течение недели сейчас новую плиту не зальете, то вы уже не сможете... Я думаю, что сюда в неделю хватит для этого. Послушайте меня, звоните, чтобы в понедельник было это все демонтировано, и разбирайте сразу плиту, и сразу монтируйте новую. Есть чертежи на новую плиту? Есть. Также в ходе инспектирования работ выяснилось, что в будущей поликлинике до сих пор не проведены испытания отопительной системы на предмет циркуляции теплоносителя. Сегодня же должен решиться вопрос, как подать сюда теплодать. Владимир Владимирович, мы отрезаем малый комплекс. Ничего мы не отрезаем. Как это мы не отрезаем? А мы для чего? Кто посчитал? Как проверили? Где заговор с газовым хозяйством? Где чего? Никто же ничего не делает. Как я могу дать сюда тепло, если у меня лимит иных газ, и нету... Ну как, как-то проверили? Это мы разберемся. Как я его проверю, если его насосом надо качать сюда? Мы разберемся, сколько надо вам о лимите газа и о деньгах мы тоже разберемся. Нам проверить нужно тепло в поликлинике, правильно? Или мы потом будем проверять, когда сдастся поликлиника? Мы это... Вы не переживайте, это мы займемся в лимит. И нам надо протопить два дня достаточно, чтобы понять, как работает отопление, правильно? Сегодня в наших интересах, чтобы этот объект сдался первым. Правильно, проверьте. А чтобы он сдался, что... Вы скажите, нужно 10 тонн воды, 250 тысяч кубов газа, к примеру, я его 3. Теперь нам нужно понимание, то есть давление держим. Теперь нам нужно понимание циркуляции. И тепловое все. Да, и теплоотдачи в каждом конкретно кабинете. Где-то может быть запорка, где-то может быть недостаток и т.д. Это правильно сказано, нужно испытать при давлении и с теплоносителем. Дальше разговор будет идти, хватит килоджоуля или не хватит. Вот здесь нужно делать расчет. Директор Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской облгосадминистрации Владимир Левицкий также проверил, на каком этапе находятся на сегодняшний день внутренние отделочные работы. Краски здесь нет? Нет, конечно. Оборудования здесь нет? Нет, просто нет. Кисточкой? Нет, валют. Это два слоя мы дали, оно не касается. То есть надо 3-4 слоя. Поэтому мы возьмем валют. На сегодняшний день также не решены вопросы с подключением новой поликлиники к городскому водопроводу и электрическим сетям. Все это находится только в стадии разработки проектной документации. Владимир Валентинович, вопрос окончания строительства поликлиники, прежде всего, это вопрос финансирования. Скажите, пожалуйста, выделены на это деньги из каких бюджетов? Позавчера была сессия областного совета, на которой выделено дополнительное финансирование именно на этот объект для окончания его строительства и для производства работ по подведению внешних сетей. Поэтому все, что касается материальной части, облсовет и облдадминистрация обеспечили. Теперь непосредственно необходимо проследить ход работы и стремимся на 1 мая объект закончить. Необходимо ли добавлять средства из местных бюджетов, то есть районного и городского оборудования? Насколько я знаю, сейчас готовится спецификация по оборудованию и будут проводиться торги. После того, когда будут ясны актуальные цены, тогда станет понятно, какую сумму, возможно, нужно будет добавлять. А успеют ли строители решить вопрос с отоплением нового здания? Монтажные работы все по отоплению выполнены. Предположительно, изменение схемы подачи тепла даст возможность обогреть это здание тоже. Были произведены расчеты. По расчетам тепла достаточно, но необходимо произвести еда и испытания. Побывав на объекте, невольно задаешься вопросом – а есть ли смысл пороть горячку и сдавать поликлинику 1 мая? Может быть, стоит перерезать символическую ленточку чуть позже, зато сделать все работы качественно. По большому счету остались чистовые отделочные работы, окраски, кое-где плитка. Это вполне реальный срок, почти полтора месяца, для того, чтобы это закончить.